Утро волонтеров начинается с того, что они спешат на помощь людям пожилого возраста. Помогают вынести мусор, входят в магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку. Словом, помогают в таких простых бытовых, но крайне важных делах. Так они работают ежедневно. За день волонтеры в среднем оказывают помощь по 20 адресам, территориально охватывая весь городской округ, ведь помощь нужна везде. Вчера, допустим, мы только, вот я и со своей женой, мы забрали 7 заказов. Это по всему городскому округу. Один раз катались, допустим, деревни, большие жеребцы и дофряновые. То есть вот такие вот маршруты бывают долгие. Глеб Коновалов работает от волонтерского движения «Корпорация добра», созданного в клубе «Ровесник». Здесь добровольную помощь пожилым людям во время режима самоизоляции оказывают около 10 человек. Так, вот ваш список. А вот чек из магазина. И мы еще забежали в аптеку. Вы просто так говорили, что он самолок уже. А, ну пили. Все хорошо. Большое вам спасибо. Сходили, купили. В первом деле мы просыпаемся и сразу же нам в общий чат в WhatsApp присылают заявки. То есть пенсионеры сами оставляют свои заявки через соцзащиту, они скидывают их нам, и мы между собой, между волонтерами всего города Щелково, городского округа Щелково, списываемся и забираем те или иные заказы. Однако важно помнить, подавать заявку просто так ради любопытства не нужно. Волонтеры относятся к обращениям очень ответственно и выезжают на каждый вызов, поэтому просить о помощи нужно лишь в том случае, если она действительно нужна. В противном случае вы просто потратите время, в которое добровольцы могли помочь действительно нуждающемуся человеку. Они оставляют заявку, моим звоним, говорите, здравствуйте, вам что именно нужно? Они такие, ой, а мне уже ничего не надо. Или мы наоборот приезжаем, потому что номер телефона не указали. Они говорят, а это просто была проверка связи, работаете вы или нет, а мы уехали в другой конец города ради них. Подумали волонтеры о том, как обезопасить пенсионеров от мошенников. Так каждому заказу присваивается кодовое слово, известное непосредственно заказчику и волонтеру. Всего же на территории муниципалитета действует пять волонтерских объединений. Все они входят в штаб по оказанию помощи пожилым людям, созданный при содействии администрации городского округа. Пригласили меня, я пришел, и мне это понравилось. Я начал заниматься волонтерством. К волонтерской деятельности продолжают подключаться неравнодушные жители нашего городского округа. Сегодня эту работу ведут порядка ста человек. Любой желающий может также внести свой вклад. Стать волонтером, обратившись в Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью по телефону 8 496 566 75 48. Анна Балия, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.